Сладости из Бавруйска Какой адрес и почему без кофе вас не отпустят? Натуральная, качественная, дешевая. В Бавруйске работают сельскохозяйственные ярмарки. Спасибо всему государству, спасибо городу, что вот это все придумал. Какие адреса и сколько стоит медовое наслаждение? Сделано с душой. В Бавруйске открылась выставка кукол «Традиционная лялька. Безмежная народная мудрость». Мы не просто делаем куклу, а восстанавливаем какую-то свою целостность. В чем ее уникальность и где можно увидеть? А также безопасность на дороге. Православный праздник. И с голоду не умрем. В мировом рейтинге продовольственной безопасности Беларусь находится на 23 месте. Сколько всего в списке стран. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1946 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 532 149 человек. На время роста заболеваемости в правила работы поликлиник внесены изменения. Задача – разделить ковидных и других пациентов. К пожилым и людям с хроническими заболеваниями медики приедут сами. Задействованы волонтеры по доставке рецептов. Работают колл-центры. Тем временем на сайте Минздрава обновлена информация о прививочных пунктах. В таблице указаны актуальные адреса, номера телефонов и ссылки на электронную запись. Напомним, в Могилевской области почти 180 тысяч человек уже прошли полный курс вакцинации. Всего же по стране оба укола получили полтора миллиона белорусов. Более двух миллионов – первый компонент. Сладкое царство. В Абруйске открылся новый магазин фабрики «Красный пищевик». Адрес – социалистическая, 46, корпус 2. Ассортимент – самый широкий и вкусный. Зефир, мармелад, халва, мед. Кстати, можно не только перекусить, но и выпить кофе. Еще больше подробностей в нашем следующем материале. Магазин фабрики «Красный пищевик» возле центрального рынка закрылся. Так, сохраняем спокойствие, без эфира никого не оставят. Открывается новый. Буквально в двух шагах от старого. Социалистическая, 46, корпус 2. Адрес сладкого супермаркета. Наступает долгожданный момент. Директор предприятия и партнеры перерезают красную ленту. Работа начинается. Магазин в новом для нас формате. Мы надеемся, что этот формат, это партнерство, оно даст определенный плачок импульс для дальнейшего развития сети. Как для города Бабуиска, так и для фабрики «Красный пищевик». Ассортимент. Конечно, есть всеми полюбившиеся сладости. Но без новинок нельзя. Зефир ручной работы, современные виды мармелада и даже шоколад. Да-да, вы не слышались. «Красный пищевик» решил покорить и эту стезю. Какао «Бобры» на фабрике уверены, он станет визитной карточкой. Магазин расположен в центре города, рядом с центральным рынком. Здесь всегда очень большой поток покупателей. Для нас было важно, чтобы наши покупатели, которые приходят к нам в магазин, могли купить нашу продукцию, ознакомиться с нашими новинками, а также провести время, выпить чашечку кофе. И для этого, собственно, была придумана вот эта вот концепция – кофейня и фирменный магазин «Красного пищевика». Не успевает магазин открыться, сразу хлынули люди. Любят по вручанию сладости «Красного пищевика». А уважение народа – это знак качества. Операция под кодовым названием «Покупки» в самом разгаре. Зефир попробовали? Да. Очень вкусный зефир. Всем рекомендуем. Очень классный. Наш «Красный пищевик» мне очень нравится. Это, наверное, единственный зефир, который я ем и получаю удовольствие такое большое. Магазин открылся. Напомним, его адрес – социалистическая 46, корпус 2. Время работы – с 9 утра до 7 вечера без выходных. Приходите. Будет вкусно. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Акция ГАИ «Евразия. ДОК» и сезонная заготовка. Объемы производства четырех сахарных заводов в Беларуси приблизились к пяти тысячам тонн в сутки. Кто в лидерах и какой ждут урожаи? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В мировом рейтинге продовольственной безопасности Беларусь находится на 23-м месте среди 113 государств. Россия – на 24-м. Это данные за 2020-й. В 2019-м республика занимала 36-ю позицию. Как сообщает Минсельхозпрод, потребность населения в мясных и молочных продуктах полностью обеспечивается за счет собственного производства. Объемы производства четырех сахарных заводов в Беларуси приблизились к пяти тысячам тонн в сутки. Лидерами традиционно являются гродненские аграрии. Одновременно с заготовкой идет отгрузка на перерабатывающие предприятия. Внутренний рынок обеспечит и картофелем. Урожай планируется на уровне миллиона тонн. Убрано уже около трети. Более 70% погибших в ДТП получили смертельные травмы в темное время суток. Осенью обстановку на дорогах осложняют дожди и туманы, что усугубляет ситуацию. В связи с этим госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Пешеход». Завершится она 3 октября. Цель – обратить внимание на необходимость соблюдать правила и использовать фликеры. Фестиваль документальных фильмов «Стран Содружества» стартовал сегодня. Он проходит в Минске и Смоленске, «Семеро бессмертных», «Мать, моя голубка» и другие работы режиссеров из Белоруссии, России, Азербайджана, Казахстана, Латвии и Украины представлены на большом экране. В столице шестой по счету форум принимает кинотеатр «Беларусь». Продлится он до 1 октября. Православные отмечают воздвижение Креста Господня. Праздник связан с прекращением гонений на христиан римским императором Константином Великим. Согласно церковным правилам, верующие соблюдают однодневный пост – память о страданиях, через которые прошел Сын Божий. В народе же принято заниматься сбором целебных растений. Продукты собственного производства. Сельхозярмарки продолжают свою работу в Бобруйске. Ассортимент широкий – от саженцев до спелых овощей и фруктов. Плюс мед, орехи и ягоды. Спрос огромный, повсюду большие очереди. Что, сколько стоит и почему горожане закупаются здесь? Ольга Васенда прошлась по торговым рядам. Например, медом. Стартовая цена – 8 рублей. Есть гречишный, пчелиный и лесной. Срок годности – несколько лет. Скажите, что Вы сегодня предлагаете покупать? Мед с личной пасеки. Пчеловодца стажем 43 года занимаемся пчеловодством. Натуральный мед. Васильковый. Вот очень красивый такой. Прям с зеленцой. Мед очень красивый. Высокое детство, значит, число больше 30. Мед сотовый. Вот тоже ячейки с сотовым медом. Очень красивый. Любите виноград и хотите его выращивать на своем участке? Тогда он тоже на ярмарку. На выбор несколько сортов. Кишмиш, розмус, аркадия. Стоимость саженцев от 10 до 15 рублей. Занимаюсь виноградом уже более 9 лет. Ну, где-то в районе 70 сортов. То есть сорта российские, украинские, гибридные формы. Вот. Ну, у нас все как бы вызревает, зреет. Вкусовые качества, ну, я вам скажу, может, даже некоторые лучше, чем на рынке. Поэтому при определенной технологии растет у нас практически все. По вкусовым, ну, это надо пробовать. Ярмарка – это хороший способ сэкономить. Формула простая. Покупаем, садим, собираем. Овощи, фрукты, ягоды – все, что захотите. 50 самых разных плодово-ягодных культур. Это груша, вишня, черешня, малина. Саженцев еще больше – порядка 200 штук. Цены начинаются от 10 рублей, поэтому и очереди большие. Если нет времени на хозяйство, можно купить готовую продукцию. Картофель, баклажаны, капуста. Стоимость приемлемая. Например, яблоки по рубль 75, перцы и томаты – от 2 рублей. Соленые огурцы, чеснок – от 3. Выбор большой? Выбор большой. А зачем пришли сюда? За картошкой, за кукурузой. Что-то купили? Купили кукурузу, картошку. Вообще спасибо, спасибо всему государству, спасибо городу, что вот это все придумал. Ярмарка будет работать все выходные октября с 8 утра до 15.00. Последний день – 7 ноября. Кроме того, закупиться натурпродуктами можно также на Дзержинского 4, Минской 123, Карла Маркса 49. Ольга Весенда, Стас Чечерин, Бобруйск, 360. В Бобруйске открылась выставка кукол «Традиционная лялька. Безмежная народная мудрость». Автор – Гульнар Качан. Выставка уникальная. Представлено больше 40 кукол. Обереговые, обрядовые, игровые. На создание некоторых уходит пару минут. Более сложные требуют нескольких лет. Экспозицию видели не только во многих городах Беларуси. За рубежом тоже высоко оценили труд бобруйского мастера. «Кукла – это гомункул. А гомункул в переводе – это душа. А душа – это наша интуиция, наши мысли, слова и чувства. И когда весь процесс происходит, естественно, это непросто. Это какое-то что-то тонкое, невидимое. Ну, то, что называют душой. То есть мы не просто делаем куклу, а восстановим какую-то свою целостность, которую мы утратили». Увидеть произведение искусства может любой желающий. Улица Куйбышева, 59, Центр досуга и творчества города Бобруйска. Выставка будет работать до 2 октября. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!